Друзья, дамы и господа, настало время принимать наших драгоценных гостей. И у нас здесь в студии Бекмарза Шишиналиев, наш юный танцор, ученик МДА Академии, также Морембек Жасупов, папа нашего юного танцора. Здравствуйте, доброе утро. Ну, давайте начнем с того, как вы пришли к танцам. Почему именно танцы? Просто 29 февраля мы с Жаном Беке после баттла были в аэропорту и пришли в день. Потом мы пошли на танцы ТНТ поучаствовать, потанцевали и мы прошли первый тур. Ну вот да, мы знаем, мы чуть-чуть позже поговорим о проекте танцы на ТНТ, на котором вы были. А давайте сейчас вот, у меня такой вопрос, со скольки лет вы занимаетесь танцами? Семи лет. Семи лет. А сейчас вам сколько? Десять. Десять, достаточно три года. Три года это уже немаленький опыт. Вот я хочу спросить у папы, поддержали ли вы такое вот начинание сына? Конечно, поддерживаю. Ну, когда он родился, вот интересно там, он родился плакцей, и он под музыку спал. Из-за этого, может, у него вся музыка впитывается. То есть музыка тебя умиротворяет, в какой-то степени ты успокаиваешься, тебе хорошо. Да. А вот какой стиль танцев ты танцуешь, как он называется? Паппинг. Паппинг. Другие ты не пробуешь? Пробую. Пробуешь? А вот какие еще тебе нравятся? Брейк-данс, хаус и хип-хоп. Но поппинг тебе прямо по душе. Да. В чем заключается поппинг? Что это за танец? Объясни для наших зрителей. Поппинг — это сокращение мышц постельной доли музыки. Под названием клэп. А вот сложно вообще это выполнять, такие движения? Да. Ну, очень сложно. Очень сложно, но тебе они легко даются. Да. Ну, вот ты сейчас сидишь, и мы видим, ты что-то показываешь, ты можешь как-то нам чуть-чуть продемонстрировать? Мы знаем, что ты еще... Сокращение мышц. То есть это даже какая-то особая работа тела. Я не представляю, как это делается, но ты делаешь это очень круто, потому что я знаю, что и помню, ты у нас до этого был здесь в гостях. Что, какие планы дальше? Или давай сейчас поговорим о проекте «Танцы на ТНТ». Как ты туда попал? Мы знаем то, что после батла вы с Жанном Войновым решили туда поехать. Жан Байкер сказал, сейчас мы поедем в аэропорт, в Москву, и мы туда приехали. Единственное, у меня был талант танцевать. Я танцевала с четырех лет, музыка пришла, и я очень хотел танцевать. А вот как получилось, ты сильно волновался, когда ты принимал участие в таком крупном проекте? Да. Ну, а вот как ты справился с волнением? С волнением я молился. Молился. Очень интересно, хороший способ справиться. А что было непосредственно во время конкурса? Во время конкурса мы очень долго ждали. В свою очередь. Да. Что сказали члены жюри тебе по итогам? Там, я танцовала без ошибок, думала с ошибками. Там просто нужно улыбаться. Самое главное, это не танец, а улыбка, правильно? Танец еще и улыбка. То есть тебе сказали побольше улыбаться? Да. Такое вот заключение. А сам ты остался доволен собой? Да. Своим выступлением? Да, доволен. А ты со стороны уже видел свое выступление? Нет еще? А по телевизору уже показывали или еще нет? Не показываю. А когда будут показывать? Я не знаю. Не знаешь? Но ты очень хочешь на себя посмотреть? Да. А вот мне интересно, вот как вы, как родители, вы переживали за своего ребенка? Ведь это, ну, очень масштабно. Да, конечно, переживаем за него. Переживали он, прошел ли? Нет, что мы молились, мы тоже, что он прошел этот кастинг. Потом Жанн Войнов позвонил родителям, что я прошел. То есть вы не поехали вместе? Нет, ну не поехали. Я сам поехал туда. Очень самостоятельно. Ты очень смелый мальчик, молодец. Ну, еще в прошлом лете мы были в Астане на баттле Айзиас. И в Алмате два раза. Вот давай поподробнее о тех соревнованиях, на которых ты был до этого. Много ли их? Я был... В это лето, в этом элите мы поедем в Астану. Айзиас с 2018 года. Баттл это битва танцоров, когда танцоры становятся на сцену и танцуют. И судья выявляет победителя. Ты уже побеждал? Побеждал. Брэнд Микс Баттл. Я в клипах снимаюсь. В клипах даже снимаешься? Вы из Саумыркала. Ну, с нами сидит прям талантливый человек. Мы видим, что у тебя есть большое будущее. Что еще, кроме соревнований в Астане, съемках в клипах, что ты еще планируешь делать? Планирую, ну, Нурсултан Азабаев, певец, это, позвал сниматься в клипах. Скоро снимусь в клипах. То есть это будет твой первый опыт снятия в клипах? Ты еще до этого не снимался? Снимался первый опыт. Саумыркулов. 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 Все очень серьезно. Сколько времени ты посвящаешь репетициям? Каждый ли день ты тренируешься? Или существует какое-то расписание? Каждый день. Каждый день. Сколько времени репетиции занимают? Два часа или часа? Каждый день два часа ты абсолютно точно будешь тренироваться? Да. Ну, день он в час танцует, два, потом отдыхает, потом еще танцует. Наверное, еще приходит и домой, танцует. И дома танцует. И у Жанна Войнова постоянно каждый день танцует. Ну, и есть ли впереди какие-то конкурсы, на которых ты хотел бы поучаствовать или уже на них заявлен? Я хотел участвовать в Украине, танцуют все. Там мой учитель Жан Войнов участвовал. И участвовал. И прошел. Прошел. А ты когда поедешь туда, собираешься поехать? Не знаю. Ну, у тебя есть это в планах. Ну, что у нас в Бишкеке будет скоро, 22 июня там. О, международный чемпионат будет. Ну, мы думаем, ты, скорее всего, займешь первое место. Да. Ты в этом тоже уверен? Там, сюда, в Бишкеке приедут с Швейцарии, с Казахстана, с Парижа, с Франции. Очень круто. Это вот, получается, все приедут танцоры и судьи в том числе. Судья с Швейцарии будет. А с Малайзией участвует с Казахстана и с Францией. То есть, это будет очень масштабный, крупный турнир международного характера. Сколько людей там будет принимать участие? Или пока нет такой информации? Нет. Я не знаю. Ну, мы так понимаем, впервые, да, такое в Кыргызстане? Да, такой большой батл, только у нас в Бишкеке будет скоро. А с 17-го дня я уже поеду в Алмату. А в Алмате это тоже еще какие-то соревнования? Мы уже слышали, что ты в Астане планируешь на соревнования поехать, теперь в Алмате и здесь. Очень насыщенный график у молодого человека. Очень насыщенный. А ты хочешь преподавать танцы? Да. Вот как ты себя представляешь в роли преподавателя? Ты будешь преподавать только паппинг или какие-то еще другие направления? Только паппинг. Почему? Потому что это самый любимый. Да. Но вот мы знаем, что же, ты слышал такое, что танцор, он должен танцевать любые направления. Ты слышала такие, как модерн. Вот как ты представляешь, как ты будешь танцевать классические танцы? То есть ты развиваешься и в других направлениях, или только поппинг и все? Только поппинг. А есть еще в баттлах, там любой стиль можно прибавлять. Локинг, хаос или тверк. Неплохо. Что ты сегодня нам покажешь? Надеюсь, не тверк. Да. Ну, брейк-данс можно показать или хаос. Ты еще не определился, что ты будешь показывать. Ну да. Можно сказать, это будет импровизация сейчас. Ну, я умею танцевать хип-хоп, хаос, брейк-данс и сильлокинг. А в начале года я ходил в локинг с 7 лет. И жамбойки меня направил на паттинг. Потому что увидел, что это направление у тебя лучше всего получается. Да. Ну вот мы с Ростиславом, со зрителями, мы уже готовы посмотреть, что ты к нам. Да, мы созрели, поэтому просим тебя пройти на нашу импровизированную сцену. Ну и пока ты это делаешь, мы тебя представим. Бекмарза, ты можешь пройти. Так вот, у нас в гостях были Бекмарза Шишиналиев и Марамбек Джусупов, папа юного танцора. Ну и сейчас Бекмарза продемонстрирует нам свое мастерство. Последние приготовления к танцу сейчас проходят за кадром. Да, я думаю, нет ничего прекрасней, когда танцуют дети. И на самом деле талантливые дети. Спасибо большое, мне хочется сказать отцу, потому что вы вырастили талантливого и растите талантливого ребенка. И сейчас мы будем с вами наслаждаться тем самым талантом. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok